Как известно, еще Петр Великий предписал, армян, как возможно, приласкать и облегчить, в чем пристойно, дабы дать охоту для большего их приезда. Армян ценили все последующие государя, от императоров до генеральных секретарей и президентов. По статистике, большая часть армян живет на юге России, но и весьма заметны в Москве и вокруг нее. А в самой столице, один из самых известных армянских кварталов, конечно же Арбат с окрестностями. В Сивцевом вражке жил один из маршалов Победы, дважды герой Советского Союза Иван Христофорович Баграмян. А кем считать Булата Акуджаву, благодаря которому арбатство, как стиль жизни и восприятие мира, вошло в души миллионов его поклонников? Сам себя он называл легкомысленным грузином. Но когда отца расстреляли, а маму, Ашхен Степану Налбандян, загнали в лагерь, он жил какое-то время в Тбилиси у ее родственников армян. Вполне естественно, что памятник великому Барну встал на Арбате, где тот родился и жил, а создал его замечательный скульптор Георгий Франгулянов. Он вдохновенно и предельно точно передал ту самую соколиную сутулость Акуджавы, по слову Андрея Вознесенского. А уж сколько сделали армяне для процветания на Арбате музы театра, мельпомены. Театр Вахтангова – это главный арбатский театр. Это вообще один из самых замечательных театров всей России. Это один из самых, так можно сказать, театральных театров. И поэтому совсем не грех вспомнить о тех людях, которые стояли у основания этого театра и об их корнях тоже. Актеры-вахтанговцы – заметные и очень узнаваемая человеческая часть Арбата и его окрестностей. Их дети нередко учились в нашей 12-й спецшколе. Дочь Михаила Ульянова, две дочери Евгения Князева, потомок знаменитой актерской династии Рубен Симонов. Он живет в Большом Левшинском переулке в Старом доме, который помнит его деда Рубена Симонова-старшего и других знаменитых актеров-вахтанговцев первого поколения. Дом-то появился в 1925 году. Они молодые артисты. Я сейчас редко увижу человека в 25 лет, который мог бы позволить себе трех-четырехкомнатную квартиру в центре Москвы. Они зарабатывали сами. Тогда же не было ни телевидения, ни радио, ни зарабатывали концертами. И вот заработали на этот дом. А в 1928 году молодые вахтанговцы, ну им всем был они средний, это 1899-1900 год рождения, въехали. Каждый в этот дом благополучную квартиру. Здесь были, если помните, вратарь Карасик Горюнов. Вот его квартира здесь. Первый этаж Борис Васильевич Щукин. Второй этаж это Рубан Николаевич Симонов. В этом же подъезде Алексеева. Я говорю об основоположниках театра. Орочка это первый подъезд. То есть Моисеевич Толчанов это четвертый подъезд. Захава третий подъезд. И так далее, и так далее, и так далее. Цельвовна Мансурова тоже в нашем подъезде. Синельникова Марья Давыдовна в нашем подъезде. В нашем же подъезде Русинова. И вот здесь был свой теннисный корт. Если смотреть в обратную сторону. Площадка до сих пор сохранилась. Там сейчас автомобильные стоянки. И вечерами в Ахтанговце играли в теннис. Болельщики стояли на балконах. Так что это был абсолютно свой такой дом. Они одновременно все заселились? Да, заселились все одновременно. Заселились все одновременно. И одновременно как-то тут же стали появляться дети. В годы Великой Отечественной войны дом опустел. Театр был эвакуирован в Омск. А в Левшинском переулке порой появлялись только те актеры, которые в составе концертных бригад выезжали на передовую и выступали перед бойцами. Я нашел буквально недавно письмо моей няне, которая вырастила и папу, и меня. Дедушка сказал, что если ты будешь писать об эвакуации, обязательно надо сказать, бомбят или не бомбят. Только про бомбы не пиши, а чтобы тоже письма просматривать. Поэтому я тебя прошу, пиши, что был концерт. И мы будем понимать, что это был концерт. Я нашел письмо, она очень плохо писалась, но прямыми буквами. Рубян Николаевич, квартира цела. Правда, иногда бывают концерты, но небольшие. А в прошлом году был такой концерт, что я еле-еле успел добежать до бомбоубежища. В 1945 году, когда Театр Вахтангово начал собираться домой в Москву, над ним неожиданно возникла угроза остаться в Сибири навсегда. Сталин, который я недавно сыграл в фильме «Зоя», он сказал, что поскольку здание Театра Вахтангово разбомблено, а Театр Вахтангово находится в эвакуации в Омске, есть предложение отправить Театр Вахтангово в Новосибирск, потому что мы должны поднимать культуру и Сибири, и за Урали. Анастас Иванович не мог впрямую, конечно, возразить Иосифу Сырёнычу, но, будучи мудрецом, Анастас Иванович Микоянов сказал, правильно, правильно, Иосиф Сырёныч, и Третья Кожская галерея туда же. И Сталин погрозил ему пальцем, и Театр Вахтангово вернулся в Москву. Историческая квартира в историческом доме обречена быть настоящим музеем. Вот дружеский шарж на Евгения Вахтангова, другого гения театра, Михаила Чехова, который, как видим, был ещё и блистательным рисовальщиком. А это картина Петра Шухмина. Евгений Вахтангов открывает занавес для представления принцессы Турандот, самой знаменитой постановки этого театра за целый век. Валенки на ногах знаменитого режиссёра отнюдь не прикол весёлого художника. Именно так был обут уже тяжело больной мастер в холодной и голодной Москве 1922 года. Интересно, что декорации и костюмы для легендарного спектакля, ставшего завещанием Вахтангова, создал другой выдающийся творец, Мартирос Сарьян. А ещё один корифей изобразительного искусства, Павел Корин, запечатлел в замечательном портрете Рубена Николаевича Симонова. Он украшает его мемориальный кабинет. Симпатия между Вахтанговым и Симоновым возникла ещё в детстве у Владикавказа. Все мы откуда-то пришли в этот мир, и в Москву, и в Россию. Дом Вахтангова и дом Симонянцев, потому что настоящая фамилия Рубена Николаевича была Симонянц, это буквально через два дома во Владикавказе. Это Армянская церковь, дом Вахтангова. Сейчас там рядом поставлен памятник Евгению Бартионовичу. Следующий дом, где был кинотеатр «Родина», сейчас он снесён, это дом Симонянцев, которые очень активно участвовали в жизни Владикавказа, принимали огромное участие оба семейства Вахтанговых и Симонянцев в строительстве трамвая, который был в Владикавказе, который до сих пор существует и замечательно передвигается. А потом, когда Вахтанговы переехали в Москву, и потом Симонянцы, это то есть мой прадед приехал в Москву, они жили в Армянском переулке, прадед у него был магазин на Кузнецком мосту «Ковров и вин». И Рубен Николаевич тогда поступил после того, как он был в Шаляпинской студии, он встретил Евгения Багратионовича, они дружили с семьями, и очень попросился прийти в студию в Мансуровский переулок Евгения Багратионовича. И поскольку семьи Вахтанговых и Симонянцев еще в Владикавказе были очень дружны, то особых вопросов это не доставляло. Вахтангов завещал своим ученикам принцип коллективного руководства. Театр дружной когорты, как назвал в театральном романе Булгаков коллектив вахтанговцев, 17 лет завет не нарушал. После Евгения Багратионовича, после того, как он скончался, театр Вахтангова никого не приглашал руководить. По заветам Вахтангова, который сказал, не приглашайте руководителя со стороны, или вы потеряете то, о чем мы с вами договаривались, и ту студийность, о которой мы говорили. И до 1939 года театр Вахтангова работал без художественного руководителя, они работали как бы коллегиально, студийно. И только в 1939 году Рубен Николаевич был избран единогласно на пост художественного руководителя театра Вахтангова. И начался новый этап в истории театра. Талантливый, виртуозно владеющий даром общения на сцене и в жизни Рубен Симонов стал одним из толпов московской художественной интеллигенции. С ним очень многие хотели дружить. Среди фото на стене в его кабинете масса знаменитостей из самых разных сфер жизни. Науки, космонавтики, литература, театра. Общаясь со всей Москвой, Симонов не забывал и об армянском землячестве. Ему важно было получать подпитку от своих древних корней. Это была, конечно, великая плеяда художников, с которыми общались и Рубен Николаевич, и Евгений Рубенович. Что касается Мартироса Сергеевича Сарьяна, то он и подарил свою замечательную работу 1937 года. Вот она висит у меня в столовой здесь. Он же, считай, создал и придумал декорации к великому спектаклю Филомена Мартурана в Театре Вахтангова по пьесе Эдуарда де Филиппо. А Рам Ильич Хачатуряна, вот этот рояль, который перед вами, на нем и придумывался тут великий и замечательный вальс к спектаклю «Маскарад». И сейчас у нас идет спектакль «Маскарад» в постановке Римуса Владимира Четуминоса, и звучит этот вальс, который фактически был придуман и создан на этом инструменте, который находится здесь, вот в этой комнате. Много раз он здесь проигрывался и игрался. Сейчас возрожден театр, который сын Рубена Николаевича, Евгений Рубенович, назвал его именем. Сделано это, как считает Рубен-младший, в наиболее органичной форме. Соединение находящихся на Арбате напротив друг друга театров Вахтангова и Симонова. Это будет еще вопрос. Мы не решили точно, как назвать это. Это может быть Симоновский дом. Потому что дом – это великое понятие. Дом – это значит, куда ты приходишь, как к себе, в родные стены. Это может быть Симоновская студия. Ни в коем случае не студия. Это будет либо Симоновский дом, совершенно отдельно существующий, но как бы в театральном институте имени Щукина. Может быть, это Симоновская сцена. Жить рядом с Арбатом, творить на Арбате. Потомок великой актерско-режиссерской фамилии иного места на планете себе даже и не представляет. Арбат, он сам по себе очень добрый. Он сам по себе очень великий. До сих пор спорят, откуда это название произошло. От Арбы или от какого-то чего-то. Никто не знает. Вот это великое таинство. Версий о происхождении названия Арбат действительно много. Но то, что Арбат – место мистическое – чистая правда. Рубен-младший абсолютно прав. Только наш оператор навел объектив на памятную доску на доме в Денежном переулке, где жил Евгений Вахтангов. Рядом внезапно материализовался... Нет, конечно, не сам маэстро, но тоже очень интересный человек. Наш коллега, журналист газеты «Новое время» Армен Ханбабян. Он гулял по Арбатским переулкам после завершения брифинга в МИДе, России на Смоленской площади. Приятно все это. Я с большим удовольствием, когда бывает такая возможность, гуляю по Арбату. И относится это не только к последним годам, но и всегда и в юности, и в более зрелом возрасте, всегда бывая, живя в Москве. Я приходил сюда, потому что Арбат – одно из любимых моих мест. Но почему, порой кажется, даже неосознанно, связанные с Россией армяне выделяют для себя именно эти несколько квадратных километров Москвы? Что-то подспудное еще и притягивало, из-за того, что действительно это место с сильным армянским акцентом, не задумываясь над этим, но тем не менее чувствуешь определенное притяжение. Так что, конечно, и очень приятно, что до сих пор Москва хранит память об этих выдающихся людях. Это приятно мне и как поклоннику их таланта, и как армянину, конечно. Два слова от себя, как журналиста с Арбата, неоднократно бывавшего в Армении на Горном Карабахе, имеющего там много друзей. Меня даже известный художник и поэт Нина Габриэлян увидела именно в таком обличии. Так вот, могу заметить, что между арбатством и армянством как явлениями немало общего. Это гостеприимство, почти автоматическая готовность принять друзей друга как своих. И не просто принять, а поставить, если гость в доме, на стол все, что в доме есть. Это интерес к истории своего края и своей семьи, стремление хранить все, что связано с жизнью предыдущих поколений, от старых писем до старых абажоров. Это любовь к книге, к музыке, к театру. Арбат, как мы уже выяснили, хранит память о многих интересных людях, живших, творивших или хотя бы проходивших по этой улице. Мы начали наш сериал с предположения об отношении Гоголя к московскому метро. Между прочим, Арбат приютил два памятника великому писателю, что некоторые тоже расценивают как мистику. Почему? Узнаем уже скоро в следующей части сентиментального сериала «Переведи меня через Арбат». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова